Поделитесь своими историями о том, как вы потеряли работу из-за текущего кризиса карантина. Я официант. Не ходил на работу с 14 марта, но официально был уволен 18. Там, где я живу, временное увольнение по закону должно длиться не дольше 60 дней. Если к концу этого срока нас не вернут, то мы окончательно потеряем работу. Нас, скорее всего, все равно бы уволили, так как в ресторане сменились управляющие и ходили слухи о том, что они хотят набрать новую команду. Я чуть было не потерял жилье, по причинам, не связанным с кризисом, но владелец квартиры позвонил мне и сообщил, что я могу остаться, и что мне не стоит беспокоиться по поводу арендной платы за апрель. Более того, он дал мне 150 долларов на продукты. Настоящий мужик. Пытаюсь достучаться до центра занятости, в который теперь можно обратиться только через их сайт, но он постоянно висит, так что пока я не могу подать заявку. Меня сократили в компании полиграфической печати и рекламы, где я проработала 5 лет графическим дизайнером. Почти половину наших клиентов составляли школы, спортивные учреждения и компании по организации мероприятий. Естественно, сейчас им не нужны наши услуги, поэтому бизнес пошел крахом. Компания собирается следующие пару месяцев проработать с минимальным составом сотрудников. Можно надеяться лишь на то, что со временем все вернется на прежний уровень, но я не питаю особых надежд на это. Начальство решило урезать наши с коллегой рабочие часы наполовину, потому что они больше не могли позволить себе выплачивать нам обоим зарплаты в полном объеме, а сокращать штат не хотели. После долгих размышлений я сказал им, что они могут сократить меня. Мне 21 год, и я живу с родителями, с продуктами проблем нет. Моему коллеге 30 лет, он выплачивает ипотеку, а у его девушки нет работы. Я не хотел, чтобы он потерял половину своего дохода. Лучше уж я, чем он. Потерял работу буквально час назад. Работал менеджером ресторана, мне позвонили и сказали, чтобы я заехал и оставил ключи. Я на карантине и не могу этого сделать. Они собираются отправить мне картонную коробку, чтобы я вложил в нее ключи. Кроме того, они посоветовали мне подать заявление на пособие по безработице. Никогда не думал, что со мной такое произойдет. Я в шоке и не знаю, что делать. Увольнение, вдобавок к болезни, стало для меня как удар ниже пояса. Но мы еще прорвемся. Меня отпустили на неопределенный срок с двух работ с почасовой оплатой. Я работал поваром суммарно 50 часов в неделю. В среду я помогал убираться в одном из ресторанов. Мы выбросили очень много продуктов. Я помог вычистить все холодильники, и нам пришлось выбросить очень много готовой еды, которую никто не купил и не забрал домой. Всем сотрудникам сказали, что они могут взять все, что захотят. Молочные продукты, мясо и прочее. Весь ресторан почти полностью опустел. Это было невообразимое зрелище. Мою жену также отпустили на неопределенный срок в среду. Она была менеджером ресторана и получала зарплату без соцпакета. Работала около 50 часов в неделю. Ей сказали, что не смогут ничего платить, пока ресторан не откроется снова. Мы оба остались без работы и без какого-либо дохода. У нас растет маленький ребенок. Настали тяжелые времена. Я учитель на замену. Если вы слышали, что большинство школ скоро будет закрыто или уже закрыто, то вы понимаете, что все учителя на замену остались без работы. Мало вероятно, что школы скоро откроют, поэтому тысячи учителей на замену остались без работы, не говоря уже о других профессиях. Никто не платит нам зарплату, так что все, кто работал без оклада, теперь будут вынуждены сильно экономить. То, что произошло со мной и моей женой, отличается от других историй. Короче говоря, мы живем в Новой Зеландии, но собирались поехать в Канаду на два года по рабочей визе. Планировали вылететь в апреле, и, естественно, мы оба уже написали заявление по собственному желанию. Но в итоге Канада закрыла свои границы, а мой несостоявшийся начальник уже успел найти мне замену. К слову, я узнал, что они закрыли границы в свой день рождения. Я медсестра. Семь месяцев назад мне пересадили почку. Вернулась на работу четыре месяца назад. В понедельник ушла с работы и больше туда не возвращалась. Решила, что не стоит рисковать почкой, которую мне пожертвовала лучшая подруга ради зарплаты медсестры. Моего мужа уволили во вторник. Он работал примерно в трех минутах от места моей работы. Пришел в наш офис в слезах и извинился за то, что работал недостаточно усердно, чтобы его оставили. Он работал техником в автосалоне. В тот день они уволили еще четверых сотрудников из-за кризиса. Мой брат работает там же механиком и боится, что его тоже уволят. Они сказали мужу, что когда дела поправятся, они, вероятно, позвонят ему и попросят вернуться на работу. Я работаю горничной в отеле. На прошлой неделе наши рабочие часы были сокращены с 40 до 32. Мне только что сообщили, что с завтрашнего дня отель закрывается. Сотрудники стойки регистрации, отдела продаж и бара уже уволены. Горничным теперь придется в течение двух недель работать по 24 часа и провести генеральную уборку во всем отеле. Но кто знает, что будет дальше. Я лишь недавно отучилась на бортпроводницу для крупной европейской авиакомпании. Я долго об этом мечтала и последние несколько месяцев выкладывалась по полной на курсах. Сейчас мы в Мексике, в городе Канкун, и я испытываю смешанные чувства. Потому что здесь очень красиво, но в то же время это мой последний тренировочный полет. После него я буду сертифицированной бортпроводницей, но в то же время никто не знает, когда я и мои новые коллеги начнем по-настоящему работать. Так как сейчас в сфере авиаперелетов столько всего происходит. Я уверена, что буду плакать, когда приземлюсь во Франкфурте сегодня, потому что не знаю, когда состоится мой следующий полет. Но я постараюсь взять себя в руки и искренне улыбаться нашим пассажирам. Приложу для этого все свои душевные силы. Я работаю барменом. В прошлые субботу и воскресенье были не мои смены, но я видел в соцсетях посты о том, что в эти дни закрылось много баров. В понедельник, всего за несколько часов до начала моей смены, было объявлено, что рестораны с настоящего момента должны работать только на доставку, а бары должны быть закрыты. Мы с хозяином бара долго собирали и упаковывали весь алкоголь, после чего он официально сократил нас, чтобы мы могли подать на пособие по безработице. Я был завсегда таймбара задолго до того, как начал там работать. После того, как как-то раз зашел туда, потому что все другие бары в округе были закрыты. Все эти годы бар был открыт каждый день. К моменту увольнения я проработал там дольше всех среди барменов. Самое херовое то, что, возможно, бар больше никогда не откроется снова. Я работал на горнолыжной базе в Колорадо. Всех сотрудников уволили, и мы вынуждены торчать в туристическом городе, где почти нет работы, не связанной с туризмом. Многие не могут даже уехать в родные города из-за того, что у них нет на это денег. Работала менеджером в кинотеатре. Я догадывалась, что это произойдет, так что не была шокирована, когда меня уволили. Обычно в будние дни к нам приходило до 900 человек, но в последнее время не больше 200. Меня вызвал старший менеджер и сказал, что кинотеатр закрывается на неопределенный срок. Вероятно, на 6-12 недель. К счастью, я скопила некоторую сумму заранее, так что меня это особо не пугает. Но мне жалко тех, для кого работа в кинотеатре была единственным источником дохода, и теперь они будут вынуждены жить на свою последнюю зарплату. Скрещиваю пальцы и надеюсь, что это продлится только 6 недель. Я классический музыкант. Все коллективы отменили концерты на ближайшие 8 недель. Неизвестно, будут ли эти концерты перенесены на более поздний срок. Многие музыканты боятся, что причиной срыва концертов будут признаны обстоятельства непреодолимой силы. В таком случае нам ничего не заплатят. Летние концерты пока еще официально никто не отменял, но, вероятно, это тоже произойдет. Мы с женой работали в крупных казино Лас-Вегаса. Мы оба потеряли работу. Все казино Лас-Вегаса сейчас закрыты. Сохранили работу лишь сотрудники охраны и руководства. Казино предоставляли львиную долю рабочих мест во всей Неваде. Понятно, что экономике штата нанесен сокрушительный удар. Меня сегодня уволили. Я работал в художественной студии. Нас было всего несколько сотрудников. Владельцем студии является наша начальница. Поскольку это малый бизнес, она не могла не уволить нас. Клиентов почти не стало. Обычно было больше 10 заказов в день. Сегодня был лишь один. Мне жаль терять работу, но я все понимаю. К тому же начальница очень добрая. Мы живем в Великобритании, и хотя правительство пообещало предоставить суды представителям малого бизнеса, вряд ли это выправит ситуацию. Потому что к тому времени, когда помощь подоспеет, многие небольшие компании уже закроются. Я очень надеюсь, что наша студия сможет продержаться следующие несколько месяцев. Для многих из нас предстоят трудные времена. Мне повезло, что у меня есть некоторые сбережения, и я живу в своем доме. Так что все могло быть намного хуже. Я в полной пи... Я американка, но живу в Италии. Точнее, в Северной Италии. Последние 5 лет я работала в IT-стартапе, работа которого сильно зависела от количества людей, выезжающих на работу в Европу и арендующих там жилье. Хотя я работала только с бэкэндом. Я начала там работать в числе первых, и работа мне очень нравилась. Большая часть инвестиций поступала из Кремниевой долины. Руководство компании уже собиралось потихоньку автоматизировать нашу работу, что никого из нас не обрадовало. Я уже начала подыскивать себе новую работу, но процесс автоматизации пришлось ускорить из-за кризиса, и в понедельник многих из нас уволили. Мой муж таксист, и он сидит без работы уже почти 3 месяца. Неизвестно, когда он сможет вернуться к работе. Неизвестно даже, когда я смогу наконец пойти на собеседование, чтобы устроиться на новую работу. К счастью, у нас есть сбережения, которых должно хватить на 3 месяца. Долгов по кредитным картам нет, но я все равно боюсь из-за будущего. Нам обоим за 30, и в 2008 мы уже были в жопе из-за кризиса, сразу после выпуска из колледжа. Что же будет теперь? Я боюсь, что у меня никогда не будет своего дома, и боюсь заводить детей. И не знаю, появится ли для этого вообще возможность. Я в полном отчаянии. Я буду бороться за благополучие всеми силами, но уже сейчас чувствую себя разбитой. Кроме того, я боюсь, что мы рано или поздно подхватим инфекцию. Или что заболеет один из наших родственников в Италии. Или что заболеет один из наших родственников в США, а я не смогу даже вылететь к ним. Мне иногда стыдно за то, что я думаю о деньгах, когда вокруг нас такая трагедия. И я в ужасе от того, какие еще проявления эгоизма меня могут ждать. Я понятия не имею, откуда буду брать деньги на оплату своего студенческого кредита в будущем. Этот страх душит меня. Я работаю стриптизершей, а в условиях карантина людям совсем не до этого. Все стриптиз-бары в нашем штате были закрыты во вторник. Но в тот же день я пошла на ярмарку вакансий в местном супермаркете и нашла там работу. Я очень боялась остаться без денег, потому что, будучи стриптизершей, я не могла подать на пособие по безработице. А мой парень тоже работает в сфере услуг, и его рабочие часы сильно урезали. В целом, я волнуюсь перед новой работой в гипермаркете. Я в любом случае собиралась попробовать туда устроиться на неполный рабочий день. Возможно, из-за всего этого я больше не вернусь в стриптиз. Мы продали дом, собрали пожитки и вместе с двумя дочурками переехали в Калифорнию, так как мой муж устроился на новую работу в Сан-Франциско. Это произошло 25 января этого года. В понедельник, когда объявили о карантине, он потерял работу. Из-за нее мы оставили наших друзей, родственников, наш дом. Все, мы понятия не имеем, что с нами будет. К счастью, у нас остались деньги от продажи дома на тот период, пока мы не найдем работу. Но еще неизвестно, возьмет ли нас хоть кто-то на работу. Я думаю о том, чтобы купить небольшой автобус, переделать его в домик на колесах и переехать жить в горы. Хотя прежде мне нужно уговорить мужа и дочерей пойти на это. Я работал в охране ночного клуба, который, естественно, был закрыт. Но наш босс – хороший мужик, и он отпустил всех сотрудников на оплачиваемый отпуск. Он безумно богат и старается помогать всем. Он также гарантировал всем, что мы сохраним наши должности, когда вернемся. Спасибо тебе, Гарри. У тебя золотое сердце. Мы с моим парнем оба работали в киноиндустрии. В Ванкувере все кинопроизводство было приостановлено, и нам не говорят, когда оно возобновится. Ходила на работу в последний раз 13 марта. Мне велели идти домой, больше туда не возвращалась. Пока привыкаю к мысли, что ближайшие 2-3 месяца не стоит даже мечтать о возвращении на работу. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...